МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судные дни шесть. Эти, не эти стреляли, никто не докажет, никто не скажет. Просто сидят, как театр, спектакль специально сделан. Новые свидетельства о жертвах Жанузенской кровавой бойни. А оттуда сидел, откуда бишь? Какой-то у него сверху сидят. Страшно? Той женщине, которая поет. Я однажды слышал, как она поет. Она у нас бивала, я у них бивал, так что я прибежал, буду аплодировать. Вокальные и политические данные старшей дочери президента Назарбаева. Исходить из того, что ее поддержит серьезная часть политической элиты, я бы не стал. Дело кизяк. Сколько от одной коровы в год получается навоза? Как это посчитать? Еще одним налогом стало больше на селе. Если одна корова пукает, это природе больше вреда, чем 100 скважин газа мы сжигаем. Власть Киезет на канале КАПлюс акценты, тенденции лица недели. Студия Аслабек Абдулов. Здравствуйте. Магастауская областная прокуратура отказала возбуждение уголовного дела против следователей, применявших пытки подсудимым и свидетелем процесса по женоземским событиям. В заключительном абзаце постановления прокуратуры говорится Критически оценивая ответы Калиева, Жерлгасынова, Дусмагамбетова, Уткилова, Ирмуханова, Аскаролы, Джумагалиева и Мурымбаева о том, что их избивали сотрудники полиции и они не осматривались в больнице, прокуратура делает вывод. Подсудимые заявляют об этом, чтобы избежать уголовной ответственности и постановляют об отказе возбуждения уголовного дела. Таким образом, областная прокуратура не посчитала убедительными слова подсудимых и свидетелей о пытках и издевательствах в ходе следствия. Вот некоторые свидетельства про обыкновенный фашизм и про камеры пыток, которые прокуратура проигнорировала. «Я не понимаю, за что я здесь сижу. Я читаю намаз о меня разделе Дагола и Билли. Адилов Данияр душил меня целлофаном, я потерял сознание. Когда очнулся, я, оказывается, описался, а он смеялся и заставил меня в таком виде мыть полы. Они издевались надо мной, били, хотели, чтобы я взял на себя ограбление банкоматов. Я отказался. Они сказали, что я все равно возьму, а иначе я отсюда не выйду. Я плакал. Я спрашивал их, за что вы меня здесь держите. Я ничего не делал. Они говорят, возьми на себя все, что мы тебе говорим, и мы тебя сделаем свидетелем по сотой статье. Я отказался. Они снова меня начали бить. Меня в жизни не били родители, а тут был избит государственными органами». Через несколько дней меня вызвали в прокуратуру. Мне показали запись, где я нахожусь возле динамиков. Я его хотел поднять и поставить на место. Они мне говорят, ты участвовал в массовых беспорядках. Маму оставили на улице, а меня завели в кабинет. Сказали, руки за голову, голову опусти, мы тебе будем задавать вопросы. Ты участвовал в массовых беспорядках? Я сказал, нет. Тогда он меня ударил. Задал еще один вопрос. Снова ударил. Он меня бил после каждого моего ответа. Я ему сказал, приведите маму. Он говорит, она стоит на улице. Там были другие следователи, и они присоединились к нему. И каждый меня бил. «Скажи, почему ты в руках держал колонки?» Когда их скинули, на сцене стояли две женщины и мужчина. Одна сказала мне, помоги мне поднять колонки. Я ее поднял. Она была тяжелая, я выронил ее из рук. И этот момент засняли на видео. «Ты в показаниях говоришь, что все признаешь?» Нет, я не признаю. Это все ложь. Меня бил следователь Максат. На допросе не было адвоката, не было мамы. Там еще был полковник Кадралиев, чего я только не услышал. Он наговорил мне такие гадости, я даже сказать не могу. Я решил сказать все на суде. Я не признаю все, что там написано. «Постановление Магастаусской прокуратуры, которое адвокаты оценили как филькина грамота, дает основание судье Нагашбаеву опираться на все прежние показания подсудимых и свидетелей по делу 37 нефтяников. Очевидно то, что и будущий приговор будет строиться на показаниях нефтяников и свидетелей, которые давались именно под пытками». День солидарности трудящихся 1 мая мятежный жена Узим не отмечал никак. В городе бушевала песчаная буря. Случайные прохожие разбегались от журналистов и только дети в пыли у памятника независимости играли в игру о том, как из винтовки ОМОНа они побеждают акулу. Семилетние мальчики жена Узения рассказывают, что видели много-много ОМОНа с винтовками. Но на скамье подсудимых в областном Актаусском суде за стрельбу по людям только пятеро полицейских. «Мы не можем показать их лица, потому что прессу усадили в зале перед монитором, на котором видны только силуэты людей. И даже это видео и звук с экрана можно записывать только первые несколько минут. Такое решение приняли судьи на обоих женозенских процессах по полицейским и нефтяникам. Они колоссально ограничивают возможности для немногочисленных журналистов рассказывать о том, что происходит на заседаниях. За соблюдением судейского предписания старательно следит пресс-секретарь областного Мангистаусского суда Нурлан Кунтулов. «А монитор снимать нельзя, да?» «Нельзя монитор снимать. Не надо меня записывать». Между тем на заседаниях звучат важные подробности о женозенской трагедии. 2 мая в суд над полицейскими привезли шестерых нефтяников. Силовики приложили все усилия, чтобы нефтяники не попали в кадр. По делу о беспорядках забастовщики проходят как обвиняемые. В деле над полицейскими они потерпевшие. Во время процесса у одного из них сдали нервы. Он начал кричать. На перерыв после произошедшего люди вышли подавлены. Говорят, что страшно разочарованы тем, как идет суд. Он потерпевший, что он кричал. Почему они там сидят? У них наручников ничего нету. Мы, говорит, мы пострадавшие. Почему нас так? Нас допрашивают, как будто мы преступники. На самом деле они преступники. Почему они так сидят? У них домашний арест, например. У них наручники должны быть. Они вот так сидят, как эти. Полицейские стреляют. Я стою все вместе. Ты нефтяник? Да, нефтяник. У вас есть семья? Да, есть. Сколько детей? Кто работает в вашей семье? Кто не работает? Матушка в пенсионере. Еще болит управление. Жена не работает. Что теперь делать? Ну, я не знаю. Посмотрим. Что думать? Никакой неправильный идет все это. Пятерых вон посадили. Эти, не эти стреляли. Никто не докажет, никто не скажет. Просто сидят, вот как театр. Спектакль специально сделанный. У здания суда людей постоянно снимает камера наружного наблюдения. Впрочем, тем, кто потерял близких, бояться уже нечего. Только они готовы говорить открыто и без страха. Они людей убивают, мирных людей. Они в гаустыке сидят. Домашний арест сидят дома. Домашний арест. А те, которые говорят, что камни бросали, их всех взяли, закрыли. В тюрьме сидят. Где правосудие? Где государство? Расул Юсупов с женой Разией Хан на площади 16 декабря потеряли единственного сына. Сзади попало, через сердце вышел. Все внутренние органы, все задеты. Там написано, экспертиза. Все внутренние, все задеты. Смерть 25-летнего Радика кто-то снял на мобильный. Эй, ба, эй, космонер! Разик Юсупов на этих кадрах. Его мама много раз посмотрела это видео в поиске ответа на вопрос, кто убил. Это мой сын лежит. Первый, который умер в джинсах, в черной куртке, это он лежит. Вот тут сейчас говорят, может ты камень кидал, может ты провоцировал, что тебя стреляли. Ну как, если у него на руках ничего нету, ничего у него не этот. Еще нам дают заключение. Их обвиняют в том, что то, что случилось, виноваты вот эти дети, которые умерли. Написали, заключение дают еще. Если бы они были бы живые, ну, возбудило бы уголовное дело. В связи с тем, что они умерли, уголовное дело не возбуждено. Вот так пишут. Вечером после суда Юсуповы возвращаются в Жанаузен. Тысяча тенге с человека за место в машине. И вот так уже целую неделю. Дорога между Жанаузеном и Актау занимает больше двух часов. В семье Турганбаевых на заседание в Актау ездит только глава семейства. Дома остается его сноха, Маншук и две внучки. Трехлетняя Нуржайна любит разглядывать свадебный альбом родителей. Девочка сама стала показывать папу. Девочка старшая. Когда Маншук рассказывает о муже, на ее лице появляется улыбка. Говорит, он был очень веселый человек. Маншук посвятила Аманбеку стихи. Прошлое остается в памяти. Четыре года назад ты надел мне платье. Этот декабрь унес многих. Как только люди могли на такую пойти, на стрельбу. Мужа Маншук Аманбека застрелили прицельно, в лоб. Дядя Аманбека, его мама и отец ездили 16 декабря забирать тело из больницы. Они рассказывают, как их оттеснял от больницы ОМОН. Как они смогли забрать Аманбека только через несколько суток. Потому что тело им не отдавали. Как пол больницы был залит кровью. Страшно было. Семья Манбека с Мерцина переживают не только как личную трагедию, но оплакивают всех жертв декабря 2011-го как жертв трагедии общенациональной. И это то, что отличает их от многих других, для кого жизнь продолжается. Судья Гульмаржан Адиль Султани продолжает бегать от журналистов. Нефть продолжают вывозить цистернами. А те, кто живут на заброшенной заправке, продолжают жить у обочины дороги. Светлана Чуйкина, Константин Федяев для программы «Владкий язык». В Мангостаусском областном суде завершился процесс по делу об убийстве 18-летней жан Сауле Карабалаевы, дочери одного из бастовавших нефтяников. Виновными признаны Бекниаз Абишев, осужден на 18 лет, и Бахытшан Жакетов, приговоренный к 16 годам тюрьмы. Сау Айтатын, сау Балан деген кинасыз, балан кинасыз дәлелдері бар. Теп ешқандай сау Балан деген қатысы, осы үзке қатысы декен ешқандай дәлелдері жоқ. Аға енді жұрт айтқан мен, нелер болған бетті жа әкесіне деген, біремес бірнешерет жа қорқытып, жа телефон сұққан, сұл атын сұл атын сұл нелер дәлелдері нелер бар, бірақ деген оны деген әкесі жоққа шығар бұтыр. Оған деген, білмейм, құдай да қорқпай тек, адамды ғотырғыз қысық деп, нет бұтыр ол деген, білмейм, кімнен деген адлетсіз деген, адлетсіз деген, қызын деген бірі өлтірген, құдай өлтірген, деген жаққан құтысты жоқ болды�на. В колонии строгого режима. Мы довольны результатами. Жансавлека Рабалаева пропала без вести в конце августа прошлого года. Через несколько дней ее нашли мертвой на окраине Жанузеня. Ранее, в начале августа, был убит активист профсоюза бастующих нефтяников Жексылы Турбаев. Эти два убийства служили предостережением для непокорных, но забастовка от этого не пошла на убыль. Спустя четыре месяца на Жанузенской площади произошла трагическая развязка. Но первая кровь была еще в августе, когда были убиты Жансавле и Жексылы. После кровавых декабрьских событий сюжет существования страны во многом обусловлен Жанузенским синдромом. Протестные настроения рабочих обнаружились на предприятиях Ватрау и на предприятиях корпорации Казахмыс. Жесказган не будет вторым Жанузеном, поспешила заявить руководство медного гиганта на специально созванной пресс-конференции в Алматы. И даже пообещала поднять размеры заработной платы рабочих. В то же время руководство Казахмыса заговорило о неких провокациях и диверсиях, которые могут произойти на предприятиях благодаря проискам темных сил. Данный пассаж удобно ложится под теорию заговоров от советника президента Иртыспаева, который на неделе упорно продолжал в прессе охоту на ведьм. Жанузенским синдромом вызвано и решение фонда Самрук-Казна вовремя упреждать трудовые конфликты и решать их на мирной стадии путем диалога, даже с помощью профессиональных переговорщиков. Жанузенским синдромом обусловлены и митинги несогласных в разных городах Казахстана. Некоторые активисты уже делают вторую ходку на 15 суток, остальные платят штрафы. В социальных сетях они сейчас, пожалуй, популярнее штатных оппозиционеров, которым после декабрьских событий недостает сплоченности и цельности. Смотрите далее в нашей программе. Той женщине, которая поет. Я однажды слышал, как она поет. Она у нас бивала, я у них бивал, так что я прибежал, буду аплодировать. Вокальные и политические данные старшей дочери президента Назарбаева. Исходить из того, что ее поддержит серьезная часть политической элиты, я бы не стал. Дело Кизяк. Сколько от одной коровы в год получается навоза? Как это посчитать? Еще одним налогом стало больше на селе. Если одна корова пукает, это природе больше вреда, чем 100 скважин газа мы сжигаем. На эти темы мы поговорим через пару минут в еженедельнике «Власть Киезет». Главные события в Казахстане. Достоверные факты. Эксклюзивные комментарии. Читайте в Казахстане информационно-аналитический портал «Республика». Чтобы обойти блокировки, воспользуйтесь доменом «Respublicas.info». Вы окажетесь на так называемом прокси-портале. Специально разработанные канадскими специалистами по интернет-технологиям прокси-порталы помогают пользователям получать информацию в тех странах, где блокируют интернет-ресурсы. В Китае, Иране, в Казахстане. Вы принимаете условия использования системы и попадаете на страницу информационно-аналитического портала «Республика». Материалы интернет-портала также доступны пользователям всемирной сети Facebook – facebook.com.respublica.cas. Если вы хотите поделиться информацией, вам есть что рассказать, звоните в редакцию «Республики». Наши телефоны в Казахстане – плюс 7 727 273 92 95, в Москве – плюс 7 495 621 87 03. Новости Казахстана на казахском языке смотрите в 21.00 и далее каждый нечетный час. Новости Казахстана на английском языке смотрите в 16.30, 17.30, 18.30 и 19.30 со вторника по субботу. Время – Астаны. Изготовление и размещение рекламы на канале К+. На минувшей неделе много разговоров было о старшей дочери президента Назарбаева Дариге, о политических амбициях депутата Нижней Палаты Парламента, о ее шансах стать преемницей своего отца. Поводом послужили пиар-акции Дариге Назарбаевой в Москве, презентация фильма с собственным участием и множество сопутствующих интервью. В окружении букета в самом дорогом отеле Москвы Дарига Назарбаева презентовала фильм о самой себе. По официальной информации, картина с говорящим названием «Моя звезда» – благотворительный проект в помощь онкобольным детям. События широко освещали популярные российские телеканалы, а поздравить автора и главную звезду фильма пришли как певцы, так и политики. Сергей Евгеньевич, где и как вы познакомились с Даригой Назарбаевой? Ну, это было на одном из подобных мероприятий. А с ее музыкальным творчеством знакомы? Я однажды слышал, как она поет. Какие арии Дариге удаются лучше всего? Вот какая вам запомнилась? Вот это уже на засыпку вопрос. Здесь я небольшой специалист и не могу вам сказать. А вы вообще знакомы с творчеством Дариге? К сожалению, не очень знаком. Я слышал, но вот прямо сейчас я с этого дня собираюсь погрузиться в творчество Дариге. Оказалось, что почти никто из гостей с творчеством оперной дивы не знаком. Но Дарига и не скрывает. В основном она поет для родных и близких. Много ли у вас фанатов в Казахстане именно музыкальных? Да. Прежде всего, мои близкие родные и мои близкие друзья. Билетов на концерты депутата Мажелиса и по стечению обстоятельств дочери президента Казахстана в продаже обычно нет. На сольный концерт в реконструированном Большом театре впускали только по приглашениям. В первых рядах Иосиф Кобзон, Зураб Церетелли, Палат Бюльбюляглы, Филипп Киркоров для Примадонны была выделена центральная ложа. Так, в тесном кругу Дарига отпраздновала 20-летие родной республики. Она прелесть, прелесть. Она у нас бывала, я у них бывал. Так что я прибежал, буду аплодироваться. К сожалению, к огромному, она не взяла своевременный псевдоним. И вот то, что над ней давлеет фамилия Великого Назарбаева и мешает ей развиваться, как пьюется, я в этом не сомневаюсь. Мешает или помогает развиваться Дариге известная фамилия? Вопрос спорный. Сразу же после приема Дарига появилась в эфире государственного канала «Россия-24». Столько лет занимаюсь вокалом, пою, за плечами столько концертов. Мне кажется, что я сегодня созрела к тому, чтобы создать некое полотно, картину. Интересно, что на том же канале с разницей в день появилось и интервью отца оперной звезды, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Разговор прошел в мягких тонах. Тактичные вопросы – такие же ответы. Однако пищу для размышлений политологов глава государства все же дал. Например, своим высказыванием о ситуации с арабскими революциями. Первая причина – внутренние проблемы, конечно. Внутренние проблемы – это ухудшение жизни людей. Бедность, ухудшение жизни людей, безработица, безвыходность. Вот таких людей можно повезти куда угодно, когда они чувствуют безвыходность и дают лозунги, что вот лучше сделаем, вот так сделаем, вот так сделаем. Активная пиар-акция «Отца с дочерью в Москве» подняла новую волну разговоров о начале операции «Приемник». В аккорде появились слухи, что «Моя звезда» засветилась в российских СМИ неспроста. Дариганов Султановна вернулась в большую политику в начале года в партийных списках правящего Нуратана на выборах в Нижнюю палату парламента. Несмотря на все споры и кривотолки, дочь президента все-таки попала в мажорист пятого созыва. И обозначилась ярким пятном на сером фоне парламентской толпы. Дарига вновь вышла под свет софитов после почти четырехлетней антирахатовской опалы. В политике она не новичок. На выборах 2004-го возглавляемая ей партия АСАР набрала более 11% голосов и прошла в парламент. Большую роль в этом сыграла и фамилия. Дарига не скрывала, что ее партия лишь сателлит правящего Атана и получала поддержку на всех уровнях. В 21 веке у Казахстана есть руководитель такого же масштаба, какими были император Петр I в России, президент Вашингтон в США, генерал Деголь во Франции, председатель День Сяопин в Китае. В феврале 2005-го Дарига возглавила депутатскую группу Аймак, а в 2006-м АСАР слилась с правящей президентской партией. И Дарига Назарбаева стала заместителем председателя партии Нур-Атан. Но в следующем году трения между ее мужем Рахатом Алиевым и президентом достигли критической отметки. Дарига была исключена из партии, а ее муж указом президента смещен со всех постов. Партию объединяем. Все. Я тебе обещаю, что сразу утихаминется все вокруг тебя. Ты поймешь, ты спокойно будешь дышать. С партией, с Даригой мужем, я без нее тоже ничего не могу. Этот человек тоже, у нее есть свои личностные амбиции, она стала уже как человек. В доме я могу ей что-то сказать, а выходит, она сама, у нее свое мнение есть. Мы же дома у тебя, второе, поговорили об этом. Если это так, по-мужски, между нами, да? Если она не согласится с моими людьми, я тихо угромлю эту посту. Через все областные региональные граждане. Политический беглец Виктор Храпунов в своем недавнем интервью телеканалу Каплюс заявил, что возвращение Дариги в политику наверняка инициатива самого Елбасы. Эксаким напоминает, что дочь президента уже рассматривалась и позиционировалась в СМИ как будущий руководитель государства. Ирахат Гейт – результат бунта в правящей семье, говорит Храпунов. Виктор Храпунов считает, что в тот момент, когда ушел Рахат, появился тандем отца и дочери. По его мнению, пиар-компания Дариги только набирает обороты, и результатом пения в унисон могут стать перестановки в высших эшелонах власти. Он называет и возможный будущий пост для амбициозной дочери президента. Журналист и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что Нур-Султан Наскоринский, на многом создает задуматься. Первое, что приходит в голову, то нет ли здесь определенной связи, что вот это мероприятие, которое прошло в России, пиарным ходом, чтобы люди готовились к тому, что Дарига может быть спикером Палаты Парламента Республики Казахстан. Журналист и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что Нур-Султан Назарбаев устал физически и морально. Возможно, сейчас он активно расставляет на ключевые позиции верных себе людей, чтобы запустить механизм преемственности. Он как король лир. Он настолько разочарован, так сказать, предательством своих. У короля лира были дочери, а здесь предательством старшего зятя. Огромным количеством историй, так сказать, связанных со средним зятем, да, который всего тоже подвел, остается старшая дочь Дарига, потому что не средняя дочь, по известным причинам, не тем более младшая, никак не могла себя позиционировать как охранителя этого клана, этой семьи. Время идет, подчеркивает политолог Досом Садпаев. Вопрос преемника сегодня как никогда актуален. Но при этом, по мнению эксперта, прорабатываются разные схемы. И Дарига далеко не самый сильный кандидат из тех, кто сможет принять кольцо всевластия из рук Назарбаева. Дарига Назарбаева, она, конечно, человек не глупый, далеко не глупый, имеющий определенное, возможно, даже видение политическое, и даже некий политический опыт. Но исходить из того, что ее поддержит серьезная часть политической элиты, я бы не стал. Да, ее поддерживают те, кто будет сторонниками мягкой преемственности, те, кто боятся резких перемен. В Казахстане немало тех, кто хочет эти перемены, в том числе и в элите, в том числе и с точки зрения передела собственности. Четко понятно одно – негласный мораторий на участие родственников президента в политическом поле страны снят, говорит политолог. И Дарига Нурсултановна в ближайшее время должна все-таки определить свой имидж, так как усидеть на всех стульях оперной дивы, бизнесмена и политика ей вряд ли удастся. Заключение программы – материал о сельской жизни, о том, что отравляет жизнь сельчанам, что мешает развернуться фермерам и почувствовать себя, наконец, хозяевами на своей земле. К старым проблемам аграриев добавляются свежие в виде новых налогов. Сегодня в крестьянском хозяйстве орал Асар. Весна, кажется, только наступила, а здесь уже готовится к зиме. Фермеры шутят – казахстанский газ достается другим странам, а уголь могут позволить себе только богатые. Для этих мест, проверенные многовековым опытом, кизяк – единственный вид топлива. КОНЕЦ Этот бараний кизяк мы для зимы готовим. Один-два дня он здесь полежит, потом на солнце будем его сушить. А дальше сложим в сарае. От коров и лошадей отходов нет. Они ведь и летом, и зимой на пастбище. Навоз домашнего скота, который всегда использовался в хозяйстве как топливо и как удобрение, теперь причислен к опасным для окружающей среды веществам. Новый экологический кодекс Казахстана обязал крестьян платить новый налог. Подоходный экологический, социальный, земельный. Саутпек Баякенов сбивается со счета, посчитывая, сколько налогов ему приходится платить государству. Это сейчас у его фермерского хозяйства внушительные объемы. В год на мясо сдает по 300 баранов и 30 коров. Однако, чтобы добиться таких результатов, Саутпеку понадобилось 10 лет. И все эти годы от государства вместо помощи одни только барьеры. Вместо того, чтобы придумывать новые налоги, лучше бы нам помощь оказали. Мы городу поставляем молоко, мясо, шерсть. Фермеры или-или вводят концы с концами. А теперь еще и налог на навоз. Министерство экологии, наверное, заняться нечем. Это ведь издевательство над народом. Между тем, чиновники от экологии уверяют, налог не разорит крестьян. Утвержденная годовая ставка невысока. Всего 15 тенге за тонну навоза. Однако, местные маслехаты могут тариф увеличить. В Алматинской области, например, годовая ставка за тонну навоза составляет 30 тенге. В год одна корова в среднем дает около 4 тонн навоза. Налог на него получается небольшой – 120 тенге. Со 100 даже в 100 голов фермеру в Алматинской области придется заплатить налог в 12 тысяч тенге. Молодого пастуха Жангельде такие расчеты приводят в замешательство. Он не понимает, как чиновники собираются высчитывать количество отходов. В его табуне, например, 100 голов. И таких табунов на этом пастбище немало. Считать навоз в степи – занятие для бездельников, уверен Жангельде. Сколько от одной коровы в год получается навоза? Как это посчитать? При этом скот всегда на пастбище. Они ведь, наоборот, степь своим навозом удобряют. Это же смешно. За каждой коровой, что ли, будут ходить? Мелс Ильусызов – один из разработчиков законопроекта. Налог на навоз, по мнению эколога, необходим ни много ни мало для спасения всего человечества. Ильусызов весьма обеспокоен проблемой глобального потепления. А выделяемый из навоза газ метан влияет на изменение климата. Прогнозы эколога неутешительны. Если температура на планете поднимается на 2 градуса, всех нас ждет апокалипсис. Есть такой газ метан. Он 20 раз опаснее углекислого газа. Они оба являются парниковыми газами. Как раз при гниении навоза выделяется вот самый этот газ. Мусагали Дуамбеков слова своего коллеги подтверждает. В результате гниения навоза действительно образуется богатым метаном газ. Однако, в отличие от Ильусызова, Дуамбеков выступает против такого налога. По его словам, на планете и без навоза хватает источников загрязнения окружающей среды. Так почему же крайними оказались казахстанские коровы и лошади? Миллиарды кубометров газа мы сжигаем на факелах. Допустим, в Кунколе там 177 скважин просто сжигает газ. И то, что мы говорим, что если одна корова пукает, это в природе больше вреда, чем 100 скважин газа мы сжигаем, это уже абсурд получается. Они могут осилить, заставить хозяина коровы, чтобы хозяин заплатил деньги за каждую корову, что она пукала. А огромные, допустим, нефтяные компании или там заводы, которые без разрешения государства, в противоречии закона о нефти, сжигают миллиарды кубометров газа, им ничего не могут сделать. Ну вот на этом месте, ну не только на этом месте, вообще на всей территории у меня стояли загоны. Это 6-7 лет назад еще было 53 горлов крупного гатого скота. Был конь, были пастухи. Петр Михайлович – фермер с огромным опытом. С грустью рассказывает о том, каким богатым его хозяйство было раньше. Помимо крупнорогатного скота, на ферме разводили птиц, куры, утки, гуси и дюки. Больше тысяч колов. Бизнес оказался убыточным. Сейчас Петр Вангай держит только свиней. В год выходит около 10 тонн мяса. Это, получается, говорим об увеличении животноводческой продукции. Но, с другой стороны, получается, что мы это сразу и губим. Потому что чем больше животноводческой продукции, естественно, тем больше навоза. Налог на навоз брать не надо. Надо единственное придумать систему перерабатывания этого навоза. Везде, даже в Китае и в других государствах, каждый получает биогаз из этого навоза. Это, опять же, удобрение правильно использовать. Казахстанский союз фермеров обратился в Министерство экологии за разъяснениями по поводу нового налога. Однако, ответа пока не получил. Следуя логике официальных экологов, Ауисхан Дарынов говорит, если навоз действительно опасен, им дышат фермеры. Так почему же правительство не платит им за вредность? Если логически рассуждать, то сегодня государству просто нужит деньги. Нужно заполнять казну. Ну, дает задания налоговую, налоги там, значит, с нас удерживает и так далее. Вот элементарный вопрос. Просто государству нужит деньги. И они начинают брать, сегодня мы уже начинаем думать, может, скоро начнут брать за то, что люди упражняются. Понимаете, уже до этого можно дойти. Это можно потом, что дышим этим воздухом и так далее. Поэтому вот это не вкладывается вопрос. Логики нету здесь. По данным Департамента земледелия, сельхозтехника в Казахстане изношена на 87%. Комбайны и трактора обновлялись больше 20 лет назад. Сельхполсон Абдильдин помнит золотое время, когда республика обеспечивала зерном 100 миллион человек, отправляя на экспорт более 400 тысяч тонн мяса. По его мнению, казахстанских крестьян спасет налоговое послабление и реформа сельского хозяйства. Наше состояние сельского хозяйства, в буквальном смысле слова, зависело от политики одного человека. Огромные возможности сельского хозяйства были уничтожены, ликвидированы одним прочерком пера нынешнего президента. Абдильдин решил совхозы и колхозы ликвидировать. Ликвидировал, всем раздал скот. И они, не имея других источников, этот скот меняли на оплату электроэнергии, угля. Даже за пять кусков мыла отдавали целого барана. В то время, как чиновники решают, что делать с отходами животных, в Жан-Узене ломают голову над тем, что делать с отходами людей. 90% очистных сооружений здесь давно не работает. Сотрудники коммунального предприятия «Узен-Инвест» вручную сортируют экскременты целого города. Насосы непригодные, со всех сторон влёдся вода и фекалии. Оборудование еле-еле стоит. Если его тронешь, всё рухнет. Я не знаю, что делать, к кому обратиться. Всё, что угодно готовы отдать, лишь бы наша очистная система работала хорошо. Работники «Узен-Инвеста» сетуют. Вместо того, чтобы вводить налог на навоз, лучше бы государство платили им премии за вредность. В «Узен-Инвесте» большая текучка. Не каждый решится за 60 тысяч на такую работу. Местные коммунальщики рассказывают, что на реконструкцию их с трагедического объекта три года назад было выделено почти 2 миллиарда тенге. Однако очистные сооружения как не работали, так и не работают. Бюджетные деньги как будто растворились. Мы никому не нужны. Ходили к новому главе области. Он нас не принял. Приехал его зам. Мы обрадовались, говорим, ага, хорошо, что вы приехали, заходите, увидите всё своими глазами. А он снаружи стоит, нос зажал и смотрит с таким отвращением. И не заходит. Мы встали перед машиной, чтобы он не уехал. А он пешком от нас сбежал. Но кого нам ещё надеяться? Вы смотрели программу «Власть КЗ» на канале КАПЛЮС. Акценты, тенденции, лица недели. Всё ваше власти. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова